Держать на контроле. Глава администрации города Иван Костогрис посетил строящиеся объекты нового Уренгоя. Первым в графике градоначальника значился спортивный комплекс «Звездный». Его открытие запланировано на эту осень. Еще одним пунктом поездки стал детский сад в микрорайоне Восточный. Напомню, его строят по программе государственно-частного партнерства. О том, где и когда ждать новоселье в репортаже Владислава Сельнинова. Они хлопают в ладоши, топают ногами и даже забираются на самую высокую трибуну. Звукоизоляция в этом зале почти идеальная. От совершенства звучание отделяет самая малость. Необходимо смонтировать цветовое и звуковое оборудование, уложить паркет и расчехлить трибуны. Иван Костогрис осмотрел и другие помещения. Зал для бильярда тоже почти готов к эксплуатации. Этот холл можно использовать как многофункциональный зал, в том числе и подвыставочный. А еще можно раздать Wi-Fi и обязательно в каждом помещении разместить большие мониторы, чтобы болельщики, не отрываясь, смогли наблюдать за спортивными баталиями. В общем, комплекс будет оснащен современным мультимедийным оборудованием. Еще более сложным по своему оснащению обещает быть здание учебно-профессионального комплекса. Здесь на площади более 30 тысяч квадратных метров, помимо среднепрофессиональных учреждений, будут располагаться филиалы высших учебных заведений и нефтегазовый институт с необходимыми для студентов лабораториями и сложным техническим оборудованием. Поэтому продумать нужно все до мельчайших деталей. Чтобы этот пенолиум укладывать, нужно идеально подготовить основу, выровнять, попылесосить пылесосом, чтобы не было ни одной крошки. Следующий объект пристального внимания комиссии – детский сад в микрорайоне Восточный. Иван Костогрис настоятельно рекомендует рационально использовать помещение. Этот сад сдадут в декабре. По словам представителей подрядной организации, на днях строители приступят к подведению инженерных коммуникаций и к внутренним отделочным работам. Для садко это уже пройденный этап. Сюда завезли, даже расставили мебель, смонтировали необходимое звуковое оборудование и запустили детский бассейн. Работники социальной сферы с нетерпением ждут открытия центра. Мы уже готовы сегодня в теплицу все посадить, потому что готовы. Никто не мешает сажать, пусть растет. К открытию у него будет свое имя. На конструктивные особенности здания не меняют. Не меняет от строителей. Так что можно пересаживать. Все они у членов уже практически засыпали там в местную землю и все. Поэтому я думаю, что 1 июня может со своей рассадой уже будем там в принципе снимать. Если урожай, то по крайней мере цветы. Готов к эксплуатации медицинский блок. В общем, этот объект на завершающей стадии строительства осталось доделать актовый зал и пару кабинетов. Этот дворец, который мы с вами видим, он должен получить немножко более широкое функциональное назначение. Содержательное его наполнение, оно должно работать, ну, мое такое убеждение, я его буду губернатору тоже транслировать, что оно должно работать на очень широкий круг детей. То есть практически на весь округ, на весь город, а, наверное, даже на весь округ. Примечательно, что все объекты предназначены для детей и молодежи. Заинтересованные структуры профильных департаментов уже разрабатывают необходимую документацию для начала работы. Строительство идет быстрыми темпами. Прошло не так много времени, когда мы были на объектах, на социальных объектах, которые мы с вами сегодня посетили. И мы видим очень хорошую динамику по продвижению строительства. Стройки, которые посетил глава администрации со своей командой, финансируются из окружного бюджета. Это социально важные объекты. Несмотря на то, что город не вкладывает в них свои средства, служить новорингойцам они будут долгие годы. Владислав Селенинов, Антон Берестянский. Служба новостей. Импульс.